Во время переговоров Пётр Порошенко и Даля Грибаускайте обсудили подготовку к саммиту Украина-ЕС и дальнейшие двусторонние отношения. Президент Украины подчеркнул, что встреча глав двух государств в Харькове проходит в исторический момент – вступление в силу безвизового режима для украинцев. Это великое свято, свято фундаментальное, свято не просто, право безвизовых подорожей. Это остаточный выход Украины из Российской империи. И остаточное вернение до родины европейской, чем я всех и витаю. Но это еще не все, потому что именно в эти годы происходят завершивающие процедуры по ратификации судьбоносной угодой по асоциации с Европейским Союзом. Хочу приветствовать вас. Это не нас нужно приветствовать, а нужно вас приветствовать через те, что через все эти годы, после Майдана, именно вы выполнили очень важные завдания. Проводили важные реформы для того, чтобы иметь сегодня договор про вольную торговлю с Европой и иметь безвизовый режим. За эти последние годы вы сделали значительно больше, чем вы сделали за последние 20 лет. И именно вы отвечаете за свое будущее. На встрече с журналистами главы государств говорили и о сотрудничестве с НАТО в контексте недавно принятого Верховной Радой закона, который определяет целью Украины вступление в организацию Североатлантического договора. Действующая формулировка задач звучит как достижение критериев, необходимых для членства в НАТО. Петр Порошенко заявил, что этот документ – не инновация для Украины, а скорее возвращение к целям, поставленным еще в 2003 году. При этом глава государства о конкретной дате подачи заявки на членство не говорит. У нас попереду очень много работы. Критерии для того, чтобы претендувать на членство в НАТО, есть надзвичайно высокие. Кроме того, я хочу сказать, что они почти совпадают с критериями копенгагенскими для членства в Европейском Союзе. Сегодня будем говорить не про формальную сторону подачи заявки, а про то, что Украине нужно сделать, чтобы реформировать нашу государство, чтобы она соответствовала тем критериям, которые необходимы для членства. Во время визита поднимался вопрос и об усилении взаимодействия между государствами для противодействия российской агрессии. На встрече президент Литвы вручила Петру Порошенко символический подарок для украинских бойцов – военный перископ, взятый из очередной партии гуманитарной помощи, собранной литовскими негосударственными организациями. В свою очередь президент Украины отметил, что Литва была одной из первых стран, оказавших посильную помощь в борьбе с российской агрессией. В частности, государство приняло на реабилитацию десятки украинских военных. С 17 бойцами главы государств встретились в Харькове. Среди них Денис Чипига – боец 25-й воздушно-десантной бригады, получивший серьезное ранение во время пятидневного боя под Шахтерском летом 2014 года. Парня эвакуировали на вертолете. Потом были несколько операций в разных медучреждениях. В Литве врачи восстанавливали Денису сухожилия на левой ноге. Тот год, который восстанавливался в Украине, вообще проблематично было ходить. Я палочку не отпускал с рук. Без палочки я выйти и ходить вообще не могу. Сильно увеличили мою комфортность, можно так сказать, для передвижения, допустим. Хотя даже на сегодняшний день очень сильно нога болит при ходьбе и на погоду. По поводу всех финансовых вопросов занималась, все ложила на себя Литва, решалась все финансовые вопросы. И я вам скажу, что я себя чувствую там очень комфортно, почти как дома. «Чудово понимаем, что вы боретесь не только за себя, но и за свою свободу. Вы боретесь за свободу всей Европы. А для нашего народа помогать вам, то есть также обязательность, потому что мы осуществляем, какой героизм вы проявляете. Напрочую радую, что литовские люди через свои недержавные организации помогают вам». Даля Грибаускайте добавила, что республика продолжит принимать украинских военных на реабилитацию. В благодарность бойцы АТО подрили гости флаг Литвы, сделанный ими собственноручно из металлической пластины и пуль, как символ поддержки европейского государства. Оксана Зинковская, Павел Велицкий, Медиагруппа, Объектив.